В Буфете Государственной Думы Бутерброды с колбасой, солянка и компот Меняется страна, но меню остается неизменным Депутатов формят плотно и недорого И как неизменными остаются бутерброды, так и некоторые депутаты всегда в строю А что, он сорвался? Лидер ЛДПР Владимир Живиновский в Думе уже 23 года Интерьеры на 10 этаже парламента И после прошедших месяц назад выборов менять не пришлось Повсюду портреты вождя, тексты его выступлений и книги Пламенный борец за русских и за бедных, а также против Америки По-прежнему в строю С той лишь разницей, что похоже чувствует Время для критики власти осталось в прошлом Его партия на последних выборах потеряла почти 20 мест в парламенте Но привычный своим эпатажем лидер ЛДПР Фальсификациями теперь возмущается устало Так будто произносит хорошо заученную речь Мы направили тысячу жалоб У нас где-то 30 регионов, где нам мешали выставить наружную регламу Билборды Или где срывали их Вырывали с корнем То есть нам мешали Действительно, кампания 2016 года лучше, чем 2011 Дали эфир сколько хотите Вы купайте любой эфир Значит, дебаты шли по всем каналам В том числе и в удобное время в 7 вечера до 8 В этом смысле больше возможностей и лучше было, чем в 2011 году Это раньше, когда Жириновский был маргинальным бунтарем Его слова о ядерном конфликте с США звучали как популизм Сегодня, когда возможность большой войны обсуждают на самом высоком уровне Становится понятно Владимир Жириновский – мейнстрим Ведь и в ходе парламентских выборов внешняя угроза и Россия в кольце врагов Были темой номер один Определившей безоговорочную победу партии власти При рекордно низкой явке избирателей На 15% ниже, чем в 2011 Пять лет назад Чистопрудный бульвар в центре Москвы Стал символом протестного движения Здесь у памятника Грибоедову Состоялся первый за время путинского правления Большой протестный политический митинг На следующий день после выборов в Государственную Думу против фальсификаций Тут зародилось белоленточное движение И здесь оно и закончилось через полгода Чуть дальше у памятника другому поэту – казаху Абаю Теперь здесь строгое сочетание плитки и газонов от мэра Собянина И протестные акции в этот ландшафт никак не вписываются Тем более, что на них, кажется, никто не собирается Выборы в Госдуму состоялись всего месяц назад Но о них уже не вспоминают Результаты подсчитали, фальсификации отметили И кажется, всё – политика, как и до 2011 года, снова не в тренде Это 5 декабря 2011 года Если Владимир Жириновский пришёл в российскую политику На волне революционных событий конца 80-х, начала 90-х То Алексей Навальный пять лет назад На волне тех событий, которые революционными так и не стали В 2011-м именно Навальный придумал концепцию «Голосуй за любую партию, кроме Единой России» Многие так и сделали, а потом увидели, что их голоса не посчитали и вышли на улицы Мы здесь власть! Мы здесь власть! В 2016-м после нескольких приговоров по уголовным делам принимать участие в выборах он не смог Его партию не зарегистрировали, а демократическая коалиция с другими оппозиционерами развалилась В результате ни один из представителей несистемной оппозиции в Госдуму не попал Впрочем, говорит Навальный, выборы в этот раз изначально фикция Во-первых, это нельзя назвать выборами, это можно назвать процедурой голосования Во-вторых, я считаю, что оппозиция в этих выборах либо не участвовала, либо участвовала не полностью Результаты этих выборов были абсолютно запрограммированы И мы выпустили заявление, я имею в виду партию прогресса, которая была не просто недопущена до выборов, но и ликвидирована Мы выпустили заявление, в котором сказали, что результат этих выборов будет сохранение статус-кво Вот эти четыре партии, они и пройдут А либеральные партии, которые допущены на эти выборы, несмотря на то, что это хорошие, милые, приятные, правильные люди Они обречены на то, чтобы получить это 1-2 процента И это было совершенно известно, так и случилось, и никак иначе случиться не могло Сейчас, утверждает политик, пришло время новых лиц и новой повестки Причем свою он уже выбрал Антикоррупционные расследования, яхты, дома и прочее имущество российских чиновников Которые ощутимо превышают их официальные доходы И это чистая правда, что мы почти никого не посадили И чистая правда в том, что большинство людей, в отношении которых мы публикуем расследование Они только еще лучше себя чувствуют на своих местах Потому что... В чем тогда смысл? Мы боремся с коррупцией, мы заявляем о коррупции Мы информируем о людей о коррупции в качестве нашего элемента политической борьбы Антикоррупционные расследования, этакая теория малых дел 2.0 О ней говорит и Сергей Шургунов Из вышедших в 2011 протестовать против фальсификации на чистые пруды Он, пожалуй, единственный, кто теперь заседает в Думе от коммунистов Впрочем, и Шургунов признает, заниматься большой политикой в парламенте не сможет Для меня задача поддержка гражданских прав, поддержка социальной справедливости И поддержка конкретных людей И я могу сказать, что я уже работаю И я сумел добиться того, чтобы детей вернули женщине в Алтайском крае У которых их ювеналка забрала Чтобы выделили деньги на школу, которую разрушила Вот эта вся оптимизация вокруг школы вообще закрылись А школа вся прогнившая Шургунов в Думе из молодых, но ранних Дитя одного из многочисленных консенсусов Благодаря которым в парламенте сегодня юные спортсмены и деятели культуры Верные линии главной партии Вне зависимости от того, по каким спискам они преодолели барьер Дмитрий Гудков, главный бунтарь Думы прошлого созыва Зачастую единственный, кто голосовал против резонансных законов В консенсус не вписался и в Думу не попал Говорит, что ему не хватило самую малость И то лишь из-за той кампании, которую против него развязали в округе Дескать, либерал хочет вернуть Крым Украине А Россию отдать США Риторика мобилизации работает не только на победу сторонников власти Но и на поражение ее оппонентов Ну, во-первых, если говорить про мою одномандатную кампанию Я себя не считаю проигравшим Потому что с трудом единоросс смог победить у меня С учетом того, что были брошены огромные ресурсы Деньги, медийные ресурсы Все мои оппоненты, а их пять человек, не вылезали из телевизоров У меня была возможность только проводить личные встречи И проводить кампанию на деньги, которые я собирал в интернете Два мира, два шапира Пока оппозиция ищет новую повестку и обвиняет власти в ликвидации политики Победители почивают на лаврах И говорят проигравшим Нужно было лучше работать Есть подобная ситуация Она, на мой взгляд, объяснима И в том числе, вот некий такой недобор, как планировались, когда говорят оппозиции Что могли бы они больше Могли бы, но нужно было, наверное, по-другому работать Правда? Просто люди уже пришли к этому И мы имеем тот результат, который имеем Можно сколько угодно его обсуждать И говорить, что, может быть, кому-то хотелось больше плюрализма Или там больше фракции Все ясно, надо работать И в том числе, во время предвыборной кампании Критерием того, что выборы прошли легитимно С точки зрения восприятия граждан Легально, с точки зрения закона И адекватно, с точки зрения воспроизведения позиций граждан Является то, что нет значимых протестов Ни массовых, ни элитных, скажем, в руководстве партии Ну, яблоко только, пожалуй С тем, что власть извлекла уроки событий пятилетней давности Согласны и независимые эксперты Только домашнюю работу, выполненную Кремлем Видят не столько в честности выборов Сколько в том, что политика за последние пять лет избирателям Стала неинтересна Вышли на Болотную площадь Сто тысяч, условно говоря И, между прочим, власть поняла и приняла этот сигнал Выборы в Москве стали честнее Убрали этот сам фальсификат Одновременно тех, кто организовывал болотный протест Изолировали, посадили, рассеяли, запугали Так что власть действует Вполне адекватной ситуации Но только она эту ситуацию не улучшает А ухудшает в своих интересах Но вот сейчас люди погрузились в спячку И, в общем, это предсказуемо Если люди в спячке, то депутаты нет На ближайшие пять лет у них обширные планы И начало за здравие Правительство внесло законопроект, позволяющий военным Заключать краткосрочные контракты Для участия в боевых операциях против террористов за рубежом Кажется, все логично Вот и главный сторожил Госдумы Ждет ядерной войны с Соединенными Штатами Хилари Клинтон, как ее муж Обязательно даст разрешение бомбить Или в Сирии Сирийские войска и одновременно наш аэродром Хамимим и так далее Это приведет к резкому осложнению Даст наиболее летальное оружие на Украине И украинские вооруженные силы Придут в наступление То есть она подведет человечество к грани войны И где-нибудь уже будет применен какой-то ядерный заряд Трамп или Хилари Вот вопрос, который усилиями государственных СМИ Заботит российского избирателя больше, чем состав Государственной Думы Тихон Зитко, Николай Старобахин, Дмитрий Гусев, РТВАй, Москва Редактор субтитров А.Семкин